На фоне новых российских ракетных обстрелов Украины, страны Запада расширяют танковую коалицию. В Киеве говорят, что остановить Россию можно только адекватным оружием. Украина намерена бойкотировать летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже, если МОК решит допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. К Международному дню памяти жертв Холокоста в Рио-де-Жанейро состоялось открытие музея, посвященного жизни в нацистских концентрационных лагерях и гетто. После очередного массированного обстрела Украины российскими ракетами, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек, новые западные страны присоединяются к инициативе по поставке танков Киеву. Министр обороны Канады Анита Анант заявила, что Оттава направит в СОУ-4 танка «Леопард-2», а также боеприпасы и запчасти. В своем вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил участников танковой коалиции за поддержку и подчеркнул, что российские ракетные удары можно остановить только адекватным оружием. Об оказании военной помощи Украине на фоне возможного нового российского наступления заявила и Франция. Как вы знаете, мы уже поставили артиллерию, боеприпасы и бронированные машины переднего края. А в самом начале января объявили, что Франция поставит танки АМХ-10. Министр иностранных дел Франции Катрин Калана в день российских обстрелов посетила Одессу, которая недавно была включена ЮНЕСКО в список объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружения Украине, в том числе танков «Леклерк». В украинских школах возобновляются занятия после зимних каникул, продленных из-за российского вторжения. Для детей это одна из немногих ниточек, связывающих с нормальной жизнью. Учителя говорят об особой важности социализации в условиях войны, о которой напоминает почти все. Некоторые уроки проходят в бомбоубежищах, а учащиеся собирают помощь для солдат. У нашей одноклассницы папа воюет, и мы будем им отправлять на фронт. Дети помладше готовят и закатывают варенье, старшие делают свечи для окопов. Сами школьники говорят, что не хотят оставаться в стороне, когда гибнут люди. Среди военных их родные, соседи, друзья семьи. Многие школы закрыты, потому что там нет бомбоубежища, некоторые разрушены. В Донецкой области социальный учитель Александр Погорелов организовал занятия для школьников у себя дома. Из-за отсутствия света и интернета дети не могут учиться дистанционно. Погорелов преподает им украинский язык, литературу, географию, биологию, математику и историю. Раз уж так случилось, что школа была разрушена, я решил у себя дома сделать так, чтобы дети приходили. Чтобы и с ними можно было заниматься, чтобы они между собой общались. И знаете, лучше заниматься с детьми и видеть их лично, а не смотреть на них на экране. По данным Еврокомиссии, в результате российского вторжения разрушено около 3000 учебных заведений. На восстановление школ ЕС обещал выделить 100 миллионов евро. В испанском городе Альхесирос, в провинции Кадис, провели поминальную службу в памяти церковнослужителей, погибшим в результате нападения с мачете. В четверг полиция провела обыск в доме молодого марокканца, задержанного за нападение. Произошедшее расследуется как возможный теракт. 25-летний мужчина находился в стране нелегально. В июне был выдан приказ об его депортации. Он никогда не попадал в поле зрения национальных служб на предмет радикализации. Ни в одну из баз данных ряда соседних и близких нам стран, где он проживал. Заявил после обыска глава МВД Испании Фернандо Гранде Марласко. Задержанный напал на две церкви. Ранения получил священник и еще три человека. По словам очевидцев, подозреваемый потребовал от прихожан обратиться в ислам. По данным следствия, в 2019 году он был депортирован в Марокко из Гибралтара после попытки нелегальной миграции. Украина намерена бойкотировать летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже, если Международный Олимпийский комитет примет решение допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Как пояснил в соцсетях Вадим Гудсайт, министр спорта, подвергшегося вторжению со стороны РФ государства, его позиция остается неизменной. Пока продолжается война в Украине, российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях. Украинский министр отреагировал на заявление МОК в среду о необходимости, цитата, дополнительно изучить возможности допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Глава Олимпийского комитета Дании и министр культуры Великобритании осудили, цитата, любые инициативы, которые позволят российскому президенту узаконить свою войну. С ним согласен литовский борец. Я смотрю на это решение, мягко говоря, негативно. Большинство российских спортсменов поддерживают продолжающуюся агрессию. Они участвуют в парадах, выступают за происходящее в соцсетях. Я не могу представить, как украинец, чья семья, возможно, пострадала, будет участвовать в соревнованиях с россиянами. МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям в конце февраля прошлого года. В Рио-де-Жанейро, ко дню памяти жертв Холокоста, состоялось открытие музея, посвященного жизни в нацистских концентрационных лагерях и гетто. Посетителям предлагают представить себя на месте тех, кто оказался в центрах массового заключения убийств. Мы прекрасно знаем, что основными жертвами во время нацизма были евреи. Но на нашей выставке мы также рассказываем истории цыган, чернокожих, людей с ограниченными возможностями, геев, представителей политической оппозиции по разным вопросам. Основная экспозиция выстроена вокруг истории конкретных людей до и во время заключения в концлагере. Отдельно представлен дальнейший путь узников, которым удалось выжить, их размышления о ценности жизни, тяжелые воспоминания о прошлом. У тебя не было имени, у тебя был только номер. Ты не существовал. Когда они вызывали меня по громкой связи, они называли мой номер. Ты не существовал для них, как человек с именем. Главный посыл экспозиции, по словам кураторов, такой. Не думай, что это тебя не касается. В руководстве музея отмечают, что это третий в Бразилии крупный мемориальный комплекс, который посвящен Холокосту, построенный за полтора десятилетия. Правительство Венгрии согласилось отозвать своих представителей из Советов высших учебных заведений, чтобы предотвратить очередной конфликт с Евросоюзом. Он требует независимости вузов и участия оппозиции в управлении ими. В начале января Брюссель предупредил, что большинство венгерских университетов лишатся денег ЕС, выделяемых на поддержку программ студенческого обмена и исследований из-за возросшего влияния правящей партии Фидес на систему образования. О готовности Будапешта к компромиссу объявил министр по делам Евросоюза. Мы не будем возражать, если Европейская комиссия подтвердит, что государственные деятели не могут состоять в руководящих органах вузов. Мы этих политиков просто оттуда отзовем, сказал Киберд Наврочич. Кроме того, мы готовы ввести ограничения на срок полномочий нынешнего состава попечительских советов, чтобы обеспечить обновление кадров в университетах. Мы можем обсудить и это. В 2021 году венгерское государство приватизировало большинство университетов, их всего 21. Теперь ими непосредственно управляют частные фонды, но во многих случаях в советах заседают высокопоставленные чиновники правительства. Например, сам Наврочич, который сейчас ведет переговоры с ЕС по студенческой программе Erasmus+, является на общественных началах председателем правления одного университета. Подобные должности занимают министр иностранных дел Петер Сиерто, министр юстиции Юдит Варга, депутат Европарламента, отправящий партии Фидес Ласло Трочини. Там эти деятели могут влиять на содержание учебных программ, чтобы они больше отражали взгляды властей. Работающий в Брюсселе венгерский политолог считает, что правительство Орбана вынуждено идти на уступки Еврокомиссии ради сохранения доступа к фондам поддержки образования. То, что мы слышим теперь от Тибора Наврочича об участии страны в программе Erasmus, является явным отступлением от предыдущей позиции правительства, сказал Андраш Бера-Надь. Вопрос в том, насколько это отношение будет применяться ко всем другим сферам сотрудничества с Евросоюзом. Остальные 27 стран ЕС предъявляют требования, например, о борьбе с коррупцией. Чтобы выполнить их, потребуется готовность к компромиссу, готовность к согласию с венгерской стороны. Брюссель намерен применить к участию Будапешта в программе Erasmus+, так называемый механизм верховенства права, который позволяет приостанавливать финансирование страны Евросоюза, в которой замечены системные риски. Еврокомиссия обвиняет Венгрию не только в чрезмерном контроле над системой образования, но и в ограничении независимости судов и средств массовой информации, а также в разбазаривании общих средств.